Хороший вопрос. Давайте с этого как раз начнём. Как мне увлечься изменениями и сделать проект? Первое. Скрам. Скрам не про проекты. Давайте я даже картинку нарисую всё-таки. Всё происходит, когда вы занимаетесь проектом. У проекта есть, как вы поговорили, тричь составляющая. Я вам рассказывал здесь, в своём примере. В проекте есть определённый дебюджет, есть время, которому вы должны его выполнить. И есть день, бюджет. Время работы. Да, правильно. Это называется обычный французский скоуп. Время работы. Хорошо. И теперь скажите мне такой вопрос. Когда проект считается успешным выполнением? Когда выполнен необходимый объём работ, за определённые деньги, за выполненное определённое время. Отлично. Как это связано с успешностью того продукта, который вы делаете? Мне связано. Никак. Вообще. Я вам приведу такой пример. Дэвид Кеймарон, когда снимал «Титаник», он в три или в четыре раза превысил бюджет, время и всё вот эту всю историю. И несмотря на это, он сделал самый кассовый к тому моменту фильм вообще в мире. Два конкурента скинулись на него пополам. Проект провалился. Проект провалился, да. Проект был провален. Да, его могли прикрыть. Да, да, так и есть. Вообще очень интересная история, что два абсолютно конкурирующих фирм пополам скинулись. Они получили деньги с проката в Америке, а другие с проката во всём мире. Постой миллиону долларов. Правда, пара малых, и ты там конкурент вместе с делится. А какой из главных конкурентов уговорил дать себе по своему миллиону долларов? И когда, смотрите, я хотя бы привел здесь пример проекта. У меня был проект на самом деле, да? Но создание программного обеспечения — это не про проекты. Ну, в смысле, agile и cram — это не про проекты. Я вот ещё раз хочу... Если бы ей был единственный вот это вот... Если был бы единственный принцип, на котором он стоило бы сфокусироваться, это было бы про поставку ценности. Какую пользу может принести тот продукт, который я делал? Вот на этот вопрос можно себе постоянно задавать. И он на самом деле может, как мы выяснили, пойти в полное противоречие с этим проектом. Вот и все. Поставка ценного – это уже можно рассматривать как маленький проект. Вот смотрите, в Scrum есть такое понятие Sprint. Sprint, согласно Scrum Guide, это временной интервал фиксированный, который ограничен, может, вы сами выбираете его длину, но он не должен быть больше месяца. И на самом деле, если вы возьмете каждый такой интервал, он будет проектом. Вы каждый, на самом деле, Sprint делаете небольшой проект, вы договариваетесь о цели, которую вы хотите достичь по результатам этого Sprint. И вы определяете, планируете, составляете план, делаете продов, что вы сделаете. Есть еще такая особенность, это именно касается программного обеспечения. В программном обеспечении предсказуемость, она резко как бы меньше, чем в других каких-то областях. Именно поэтому Scrum классно работает, это эмпирический фреймворк. Он основан на опыте, на постоянной попытке построить какую-то гипотезу, дальше в течение Sprint ее проверять, потом посмотреть, а где мы сейчас? Это туда, куда мы хотели пойти и дальше двигаться. Нам не нужно работать, делать по Scrum, например, наверное, дома строить. Навряд ли. Потому что если мы в середине проекта поймем, что мы никуда-куда двигаемся, нам нужно как бы разрушить все, что мы построили для этого. Не лучше, нет? Но это лучше, чем построить что-то, например. Может быть. Зачем? Зачем? Зачем отличается? Ход переписывать. А? Ход переписывать. Переписывать? Это проще. На самом деле, я считаю, что у человеческих знакомых очень много опыт о том, как строить дома. И чаще всего дома достаточно типовой. У нас это определенность маленькая. А программное обеспечение не большая. Но смотрите, Scrum, это еще касается не только программного обеспечения, это создание новых продуктов. Вот. На самом деле, я вам расскажу такую историю. Scrum появился не… даже до того, как Джефф Сазербунд и Кен Шварбер его абонансировали в 95-м году. Он появился раньше благодаря статье двух японских… Ну, можно их назвать еще одни. Вот. Они написали такую статью, называется The New New Product Development Game, в котором они исследовали опыт разных компаний, которые, например, создавали разные новые продукты. Фотоаппараты, какую-то технику, ксероксы, что-то еще. И создание новых продуктов, как раз, они описали примерно все составляющие, которые потом влепли в основу Scrum Framework. Вот. Кроссфункциональная команда, что должны быть все специалисты, работать вместе. Вот. Работать каждый день представители бизнеса и разработчики. Вот. Которые вы уже знаете, про что говорите. Вот. То есть Scrum – это фреймворк, который позволяет вам делать классные продукты. Но не обязательно. Это может случиться так, что не классный проект. Как иногда бывает? Давайте… У нас есть проект. Давайте делать его по Scrum. Вот. В этом, может быть, будет польза. Да, есть этистика, которая показывает, что, в принципе, наверное, большей вероятностью вы войдете в проектный треугольник. Но это не то, для чего Scrum нужно. Вы просто его… Молоток используете для закручивания этих самых… Короче… Шурш… Саморезов. Молотком бьете по саморезам, да. Угу. Да. Так. Я ответил на вопрос про планирование. Что еще? Не совсем. Да. Все же, если говорить об внедрении в рамках компании. Да. В рамках компании есть множество отделов, научных бизнес-процессов. И вот Вы сказали, что… И очень важно… И много задач. Много. В разных сферах. Да. Вы сказали, что, если, скажем, рассматривать проект в этой терминологии Scrum, то это один спринг. То есть, в каждой определенной промежуток времени должна встречаться проектная команда, определять свои цели на следующий период. Не проектная команда. Ну, нет. Не проектная команда. Ну… 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 Значит ли это, что в Scrum должны участвовать все ключи пользователя компании? Чтобы… Которые пользователи компании? …определить следующие цели на следующий период. Пользователи продукты, которые для нас. Ну, системы. Да. В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? В том, что, как обычно бывает, мы выделяем ресурс, например, решение какой-то задачи. Проект. Ну, проект. Уже внедрение процессов управления взаимой компейн. Какого-нибудь. Проходит время, мы что-то делаем. Мы внедряем то, что мы договорились. Обычно это происходит раз в неделю. И в конце каждого внедрения появляются какие-то новые идеи. И… Понятно, что идеи хорошие. Вот. Но… Решение этих новых идей, она облегает условия граничности ресурсов. Решение других отделов. И вообще, можно ли внедрить эту методологию Scrum, вот, правда, только большого билета… Конечно, можно. Чтобы у вас был опыт такой. Ну, конечно. Мы постоянно этим занимаемся. Ну, то есть, помогаю компаниям, не дайте… Ну, вот, как бы… Как на идее баланса. Я считаю, изменение в решении одной из задачи, чтобы это не привлекло к бесконечной задержке задачи других заказчиков. А-а-а. Вот такое что. Я понял. Мне кажется, что здесь, если я правильно услышал, то какой-то есть конфликт между разными интересами разных заказчиков. Да, есть конфликт. Но конфликт… Все хотят, чтобы их задачи решались. А-а-а. Окей. А как это связано… Вы помните, что есть Scrum, это фрейворк для создания классных продуктов? А вы действительно делаете продукт? Или вы пытаетесь команду делать Scrum для потока каких-то задач, которые сыпятся от разных заказчиков? Ну, внедрение, например, нового процесса – это как продукт? Вот. Внедрение нового процесса – это не продукт. Это точно не продукт. Это не может быть продукт. Ну, конфликция и бизнес-процессы… Могу привести такой более конечный пример – это когда внедряется какая-то новая информационная система, которая работает в нескольких подразделениях бизнес-заказчиков. У каждого есть свои потребности, и эти истории нужно как-то приоритетизировать. Да? Нормально, да? Да. Нормально. Во-первых, если вы работаете в терминах Scrum, а у вас появится какой-то продукт-онер – это единственный человек, который принимает решения. Если у вас есть разные подразделения, которые пользуются вашим продуктом, то это, скорее всего, вы можете рассматривать как разные сегменты пользователей. И вам нужно делать выбор, естественно, на какого сегмента вы наверное начнете сначала. Как вы работаете с этими сегментами? Ну, давайте так. Вот. Но вообще, в целом, ну да, вы можете таким образом использовать Scrum, да? Это нормальный абсолютно всякий кейс. В внутреннюю какую-нибудь систему можете внедрять или разрабатывать для разных пользователей. Да? Нормально. У вас есть человек, который принимает решения, на чем… Ну, как мне постоянно приходилось принимать решения, что для меня сейчас важнее, там, группа, кухню поставить или из навеска повесить. Так же и здесь вам придется принимать решения. Нам эту фичу сделать или эту фичу. Все. В чем проблема? Как проблема? Ну, то есть решает кто? Решает кто? Решает кто? Продукт-оунор? Да. Владельцы продуктов. Владельцы продуктов. Да. Вам обязательно должна быть такая роль, и это человек, которому реально доверяют все эти решения. Не должно быть такое, что, короче, это вот Вася там из команды. Иди, ты будешь продукт-оунором, а мы будем, там, за тобой манипулировать. Человек или реальный. Вы знаете, хороший пример, приводим продукт-оунор. Стив, живопис. Вот и стоящий продукт-оунор. Да. Да. Ну, сказали, ну, мы все бездавцы разберемся про инженеров, суд и философия. Также было, например, там, канбан, скрам и так далее. Можно ли раскрыть суть этих терминов? Да. Как это работает по факту? Что такое скрам, как это такое канбан, какие-нибудь и так далее? Да, давайте я остановлюсь только на скраме и канбане и скажу буквально пару слов про них. Значит, еще раз. Смотрите, скрам про создание продуктов. Да, классных продуктов. Вот. Нужно ли нам сейчас сфокусироваться на полном описании скрама? Я не думаю, что это хорошая идея. В скраме есть команда, да, вот что важно. Давайте я так и сделаю. Есть команда, вся скрам-команда, которая состоит из одного человека, у которого есть главный, он принимающий решение, это продукт-оунор. Он отвечает на вопрос, что нужно сделать. Он постоянно занимается тем, что принимает решение. Что нужно делать? И какую ценность это принесет? Опираясь на понимание того, какую ценность это приносит, есть в скраме так называемая команда разработки. Она состоит из всех специалистов, которые необходимы для того, чтобы делать вот этот самый чудесный продукт. Да? Там должны быть все. Это очень важно, потому что очень часто в организациях нету всех, в команде нет всех этих людей. Есть человек, которого зовут скромастер. И это человек, который коуч, тренер, учитель, который помогает. Он ответственный за тем, чтобы процесс, в котором происходит вот эта вся работа, он был эффективным и максимально эффективным. Вот так, я отвечу. Все. Вот. Что происходит? Они все вместе работают вместе. У них единая цель. И они все двигаются следующим образом. Есть очевидный для всех доступный бэклог продукта. Бэклог продукта – это единая точка, где есть все требования вообще. Вот все, что только вдруг кому-то приходит в голову, все кидаем туда. Product Owner постоянно приоритизирует этот список, чтобы сверху находилось самое важное. Он упорядоченный, этот список. И всегда есть понимание, что важнее – это или это, это или это. Вот. И работа над этим бэклогом, она происходит с принтами. Команда выбирает длину спринта. Вначале встречается для того, чтобы запланировать, что будет сделано в ближайшем спринте. Формулирует цельный этот спринт. Дальше они работают. Дальше они встречаются. И зовут всех, всех, кого, кто только есть для того, чтобы можно было им… То есть всех пользователей. То есть понятно, что Product Owner – это человек, который принимает решение, но он не пользователь продукта. Сюда зовут кого? Например, если это большая организация, кого нужно позвать? Надо позвать руководителей, которые… Инвесторов, например. Надо позвать сюда. Надо позвать пользователей, которые реально пользуются. Надо позвать. Может быть там, не знаю, у президента компании тоже, если у него какой-то интерес есть, тоже надо позвать. Наши новые звуки. Какие звуки? Какие звуки? Ах, пишите, money. Ах, пишите, что у него в курсе. В курсе, у него в курсе. Дальше, вот, как, кем-то, потому что у него нет силы. Ну, я говорю, что у него нет силы, но у него нет. Но он получается и не запахла по электронам. И, конечно, я не людей. Ну,多分, не пара, на вот эти, наши, 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 наши. И они все это записывают, что происходит, так пользователи взаимодействуют, и это обратная связь на то, над чем они работали этот спринт. После этого они решают, что мы будем делать дальше, адаптируются. Вот здесь что-то в бутлоге, хороший признак хорошего вот этого обзора спринта, что здесь что-то поменялось на самом деле. Мы чему-то научились по результатам этого обзора, и двигатель дальше. Спланирую следующий теперь. Ну, вот здесь откраться на пальцах за пять минут, скрам такой. Как вам это связано с скрамом? Да. Вот смотрите, вот если продукт-оунер вставляет приоритеты сдачей постоянно, да? Да. То разработчик, допустим, начал делать какую-то задачу, не доделал ее, ему приоритет меняет. Он начинает проделать, ему приоритет меняет третий. В следующей части. Ты получаешь кучу издательных диалов, он пройдет через диал, а потом еще его войдет, потому что он, вроде как, не результативный. Ну, смотрите, если такое происходит очень часто, то у меня есть вопросы, как мы продадим, по-моему. Потому что, представьте себе, как определяется, как вы думаете, задача? Давайте ответим на вопросы. Как определяется важность этих задач? Скорость и важность. Ну, то есть, как должен продукт-оунер принимать решение, какие задачи лучше, какие ниже? Да. Задачи, которые принесут наибольшую цену, используют, и они выше. Да. Но при этом они должны занимать 20% времени. 20%? А, в смысле? 20%? Окей, хорошо. Ну, максимальную пользу приносит ответ, да? Сейчас. Да. Представьте себе, что должно произойти реально, чтобы эта задача потеряла, потеряла, вдруг в какой-то момент какой-то продукт-оунер понимает, ага, это же не самое ценное, что такое. Бывают инциденты, когда наверх ворот лога разлетает, не знаю, если эта команда отвечает за стабильную работу приложения, например, улетает какой-нибудь критический баг на появление. Ну, да, баги — это отдельная история. Но мы сейчас говорим, давайте по одну сторону. То, что… Да, кстати, слушайте, ребята, всем интересно сейчас это слово? Мы в IT очень сильно углубились. Нормально, что надо изучать? Превенцизация, именно то, о чем я спрашиваю. А, превенцизация, отлично. И если еще как бы… Ребят, на самом деле в IT не очень интересно. Можно более… А, окей. На примере дома… Ну, хорошо. Это дефекты, да? Дефекты касаются чего угодно. Вы же когда, не знаю, там… Какой-нибудь другой пример можно привести. Есть какая-то текучка постоянно? Какой-то… Постоянно нужно, не знаю, там, прибирать квартиру. Нужно постоянно выносить мусор. Нужно постоянно там ремонтировать сломанные вещи какие-то. Вы же не занимаетесь этим постоянно. Проблема в том, что если вы 100% времени вдруг ремонтируете из у тебя дома холодильники, выносите мусор, это значит, что у вас что-то пошло не так. В разработке то же самое. Если вы начинаете чинить баги, значит, 80% вашего времени и выисправлять дефекты, значит, у вас что-то не так. Это отдельная тема, которую нужно разбирать. Ну, можно поговорить. Да. Да. Что еще нужно взять? Да. Во время спринтажа нельзя менять? Нет, смотрите. И он останавливается. Да. Я не нарисовал здесь еще важную штуку. Бэклок – это вот постоянный, единый источник требований. Когда происходит вот это вот планирование, то часть задач сверху команды разработки определяют и ставят прогнозы. То, что мы сделаем в этом спринте. Они говорят, это спринт-бэклок. Он называется спринт-бэклок в экране. И спринт-бэклок, он может меняться спринт-я, на самом деле. Может. Потому что кто-то действительно может сказать, здесь вот немножко и поменять надо требования, например. Или команда все уже сделала и может взять еще что-то. Важно, что они формулируют сеть спринта. И сеть спринта – это нечто более верхнеуровневое, да, такое, что направляет команду. Если все идет не так, она обращает внимание на цель. Вот. И сеть спринта объединяет команду, на самом деле. Потому что бывает так, что разработчики все… Каждый у нас произошел планирование, каждый взялся по задаче и сидят по разным углам и что-то пить. Вот. Сеть спринта – это единая цель, которую им всем нужно достичь. Ну, плюс, вроде, есть спрактически, что изменение должно занимать не больше 10%. Есть слово… Есть факт… Есть цифра 10% в скромгате, оно про другое. Потому что эти люди, они еще на самом деле… Это, на самом деле, можно сказать, стоит практика. Они встречаются… И продуктонер еще может приносить им… Сказать такое… Ребятки, смотрите, мы в этом смысле работаем над этим, над этим… Но мне очень интересно… Появилась новая гипотеза, что мои фломастеры могли бы еще делать зеленый цвет, а не только красный. Скажите мне, а сколько… Насколько вам будет дорого на самом деле зеленые фломастеры у вас? Они встречаются, и они вот тратят не больше 10% времени из спринта на то, чтобы обсудить зеленые фломастеры, фломастеры без клопачков, которые не засыхают там и так далее. Вот. Про баги… Ну, скромно говоря, нет, но мы просто из здравого смысла понимаем, что должно быть много. Может, вы несколько проверили спринтов или нет? У команды? Ну, да. У одной? Ну, то есть, команда спринта из разных специалистов, и чтобы один специалист не ждал, он специализированный, мне кажется, что нужно проверить удачу. А, то есть, один человек в двух командах работает? Ну, грубо говоря, да. Ну, это общая команда, но кто разбит на двух команд? А. И спринты – это прямо одна линия, делаем один продукт, и как раз это один продукт, то один спринт. Продукт один? Вообще спринт должен быть один? Ну, в принципе, не… Ну, как бы, часто бывает такое, что один… ну, не часто, я скажу, это плохо, если так бывает, что один человек… Это не здорово, на самом деле. По опыту, это не здорово, когда один человек работает на нескольким продуктам. Потому что что при этом теряется у него? Концентрация. Концентрация – фокус. Фокус – одна из ценностей в скроме. Т.е. На примере у них холомастеров, не все люди нужны для того, чтобы от менять холомастер. То есть, уделяется три человека. Они отдельно с пинтоном обсуждают цвет. рано понравилось и делал это очень просто наверное не повед시고 treaties alzana ité ну а то есть и вот и уже делал эту задачу про зеленый фо-мастер, то эта задача попала в спринт-блок и вся команда ответственна, по сути дела, за то, чтобы эту задачу сделать. Может случиться так, что три человека на ней работают в спринте, но на ней работают один спритом одна команда, потому что у них единая цель делать классный фо-мастер. Все вот обсуждать и показывать, так скажем. Показывать в конце. Да, смотрите, я понял, почему вопрос. Я вам расскажу такую историю. Представьте себе, что у вас эстафет без эстафета. Три человека бегают эстафету. И они передают друг другу палочку. И, о боже, две трети времени эти люди простаивают. Да? Это ужасно абсолютно. Давайте нагрузим их. Пусть кирпичи таскают на 10 этаж. Можно, например, три палочки. Можно три палочки, да. Вот. Еще раз. Крам не про загрузку ресурсов. Могу вам накидать ссылок про исследования, которые показывают еще более развивать эту тему дальше для того, чтобы что-то... Создание программного обеспечения на 10 проекта и вообще создание продуктов — это креативный процесс, который требует... Короче, отличается, когда я там, не знаю, штампую кирпичи на заводе и создаю что-то новое, придумываю. Это разные вещи. А где вы можете ссылок выкидать? Ну, например, можно на фейсбук мне написать. Вот. Давайте, мне кажется, надо немножко скаляться. Вот, может, про комбан еще вкратце и, может быть, он... Да. И, может, про оценку задач. Хорошо, да. Могу про комбан. Что важнее? Про комбан? Про комбан. Про комбан, да. Оценка задач. С плентом. Если можно взять... Короткий вопрос. Да или нет. Вот, если в процессе обсуждения разбилась идея, что можно помимо фломастера выпустить еще какую-нибудь линейку, для этого отдельная команда создается? Это отдельный продукт? Мне кажется, вот в такой терминологии, что фломастер или линейки, ну, вероятно, что да, что это отдельный продукт. Отдельная команда, отдельный участник. И они... Я просто боюсь, что мы, если разговаривать на таком языке, мы потеряемся в метафорах и не дойдем до сути того... Я могу, может, немножко ответить на вопрос. Мы с коллегами были в архлаборатории, да, которая полностью работает по скраму, по agile. И у них точно есть разные команды, которые делают там... Кто-то за мобильное приложение, кто-то за другое. Но при этом это все однозначно банковский процесс. И это... Я на самом деле скажу так. Это очень сложный вопрос. Вот про... Есть такое понятие вообще product definition. Он выходит за рамки скрама отдельно. Есть разные фреймворки. Например, less large-scale scrum. Вот. Я его тоже здесь вот запишу. Это не единственный, но он такой очень чистый, конкретный. И там он построен... Модель мастерпирования скрама, как делать сложные продукты более чем одной команды, когда нужно много-много команды. Вот. И он освещает эту тему, как определять, что такое продукт. Вот линейка фломастер — это один продукт или нет. Вот в Адам есть ответ на этот вопрос. Можно отдельно про это поговорить? Less. Да. Это называется product definition. Скажешь, гугли, бесполезно. Less. Это стандартный сайт. Это сайт www.less.org. Канбан. Канбан. Да. Канбан, значит, это метод, который... Метод работы, на самом деле. Вот. Он пришел из... Промышленности. Да, из промышленности. Вот. Я нарисую самый простой пример. Сейчас проблематику расскажу и задачу, которую он решает. Очень нутрированный сейчас, очень нутрированный, но зато быстро. Важайте. Представьте себе, что у вас есть работа. И вы, когда ею делаете, эту работу, давайте что-нибудь конкретное дрем. Кофе делаем. Кофе делаем. У то есть конвейеры обычно creμε. Ну конвейеры, да. Я хотел просто на самом простом примере привести. Представьте себе, что у вас есть список дел. Кто-нибудь планирует надевой список дел? Вот. О, отлично. Супер. Вот список дел. Представьте себе, что вы взяли и написали такие бумажки, визуализируя свой список дел, да? И дальше вы не можете же постоянно заниматься несколькими делами одновременно, правильно? Если вы начнете одно дело и начнете 10 дел одновременно, то вы не закончите ни одного. Вот. Что предлагает канбан? Канбан, ну, самое простое. Давайте мы возьмем и вот визуализируем, во-первых. Во-первых, всю работу, которую делает канбан, мы ее визуализируем. То есть мы реально запишем, посмотрим, что у нас сейчас происходит в работе. Если вы посмотрите, сколько, например, в вашей команде разных дел делается, просто наклеите стики, например, на доску, это у нас, например, туду, что нам надо сделать, это импрогресс, что сейчас делаем, прогресс, а это то, что сделано, значит. Вот. То вы увидите, что куча разных работ делается. Это значит, что если вы посчитаете время, вот начнем с фокусирован канбан. Давайте считать время от момента, как дело попало в очередь, до момента, как оно оказалось здесь, да? Это как в задачке про спринт. Про спринт, да? Не про спринт, про эстафету. Передаем эстафетную палочку. Мы хотим, чтобы дела как можно быстрее отсюда попадали сюда. Вот. И если, понятно, что прямая зависимость есть. Чем больше мы к себе загружаем разными начальными проектами, делами и так далее, тем дольше это время, на самом деле, тем меньше мы производим, заканчиваем дел меньше. Вот. Канбан как разу говорит, а давайте мы просто возьмем и сами себе ограничим их. Поставим так называемый VIP-лимит. Сколько дел у нас может быть одновременно мы будем делать? Например, поставим сюда цифру 2. Не больше дел, одновременно беремся. И обязательно доводим до конца. Все. Визуализировали. Весь поток работ. Дальше тюнем ограничений. Да, ну, если масштабировать канбан, то тут может быть несколько колонок, но это уже позасложенный вариант. Это я привожу пример, вообще, самый простой. То есть колонок может быть много, например, там, не знаю, строим машину, взяли там, сделали люди, которые делают эти самые, например, не знаю, двигатели, потом там ставят на конвейер, вешают кузов, потом там накручивают колеса, там, представьте себе, вот, пожалуйста. Плохо. Да. Но не применяйте канбан в таком варианте, у меня очень хорошая идея, в команде разработки. Потому что, как часто делается, у нас есть подразделение, которое занимается разработкой, занимается тестированием, занимается аналитикой. Плохая идея. Здесь они это часто как бы навешивают сверху, чтобы решить такую, правда, системную дисфункцию, которая в скраме решается. В скраме мы всех этих людей собираем в одной команде. Вот. Если у вас три подразделения, которые работают, грубо говоря, и вы между подразделениями перекидываете задачки, вы просто... Вам это поможет. Многие так делают. Но вы системно не решаете проблемы. Ну, скрам решает кардинально. Просто устраняет барьеры между разными подразделениями. Все сидят в одной команде, в одной комнате. Работают вместе. Вот. А сроком понимает, что все... Вот эти задачи, кстати, в этом бэклоке, да? В этом бэклоке. Они должны обязательно у каждой задачи стоять ценности. Вот. Ценность – это тоже абстрактная причина. Потому что она может... Ну, смотрите, вы выводите новый продукт, да? И в какой-то момент вы считаете, нам нужно как можно больше пользователей, привлечь аудиторию, например. Чем он больше становится, как бы... Чем продукт становится более зрелым, ваша задача – дальше удержать эту аудиторию и заработать на них как можно больше денег, да? И тогда у вас меняются эти критерии, могут поменяться. Поэтому эта бизнес-ценность – это... Оно может... Метрики вот эти, которые для вас важны, они могут меняться, но при этом важно, чтобы у всех задач была бизнес-ценность. Прямо вы как-то могли оценить это 10 бизнес-ценностей, а это, там, не знаю, 5. Иногда, допустим, у вас Вася, да, это называется так, у вас продукт-рубная Вася, значит, называйте это, не знаю, Вася-рублями. 5 Вася-рублей, 10 Вася-рублей. Да. Другой вопрос. А если, допустим, определить ценность, да? При этом есть еще какую-то груз-страту, да? То есть определить своими ценностями задачи, груз-сорием труд-стратями, сколько нам часов нужно и так далее. Да. И правильный вариант будет даже не встраиваться не просто по ценности, а по этих двух факторам одновременно. Так и есть, да, самый простой способ разделить ценность на StoryPoint и получите груз-сорием. И от этого будете... Важно, что сложно. Да, важно, сложно, да? Я думаю, тогда завершать. Спасибо большое.